В основном все вопросы про пихки. Я трансъядерный хлопец и я человек. Но людям интересно, сделают ли мне член? Меня зовут Женя Вилько, я музыкант, журналист, я занимаюсь квир и психоактивизмом и ко мне завертаться йон. В детстве у меня не было, наверное, вопросов о том, какая принципиальная разница, то есть, ну окей, Дарья и Дарья, она и она. Я, в принципе, не могу сказать, что у меня были какие-то женские интересы или мужские интересы, то есть, как, наверное, большинство детей в этом возрасте. Я просто, ну, я очень много активно игрался с разными детьми, я разбивал очень коленки, я разбивал все. И одевали меня, наверное, как раз вот, чтобы мне было просто удобно, то есть, как бы, такое гендерно-нейтральный вариант, что просто, потому что шмотки жалко, то есть, типа, если меня одевали в какое-нибудь светлое платьице, то от этого платьица ничего не оставалось. Вот, но это не был протест, что я, типа, пытаюсь испортить платьице. Когда мне надевали платьице, это было для меня, типа, да, платьице, интересно, прикольно, интересный элемент гардероба. У меня начались вопросы к себе, наверное, вот с пубертатом. Люди начали нравиться друг другу, мальчики начали обсуждать девочек, девочки, мальчиков. И, то есть, ну, компании немножко разделились то есть мальчиком тусить с девочкой было уже не прикольно в шестом классе все такие фу типа что-то с нами делаешь а для меня это было как ну мы же общались всю младшую школу то есть я был таким своим другом тем более опять же внешние изменения меня начала расти грудь она спойлер выросла довольно неплохо блин и мне начали нравятся девочки и мальчики ну то есть мальчики мне как это бывает девочкам сразу поощряют чтобы им нравились мальчики поэтому с этим у меня вопросов как-то не возникало то есть я сразу знал что ну типа ну я же девочка мне нравятся мальчики все окей логично и потом к нам не начали нравиться девочки это уже что что-то тут не не то первое что как бы пришло мне в голову вот с этими всеми событиями это то что я просто бисексуальная девушка ломки какой-то внутренний с ориентации у меня не было то есть мне повезло с матерью которая сначала я все я в принципе знал всегда что она максимально толерантный человек а потом так сложилось что она сама уже после меня сделала каминал и у нее появились отношения с женщиной поэтому то есть это был такой разговор в духе мам а ты и вот скажи мне пожалуйста если мне теоретически может понравится девушка то типа чего будет такая ну а что уже кто-то есть я так окей все хорошо прошло я узнал об этом когда начал потихонечку вливаться в лгбт тусовку то есть я был очень закрытым у меня было очень мало там друзей лишь еще что такое но я попадал потихоньку на какие-то мероприятия и помню как я съездил на тренинг права человека для лгбт что такое и и там впервые заговорили о том что типа в беларуси есть процедура трансгендерного перехода я начал спрашивать такой офигеть не встать то есть это не вбил не только в америке то есть это не там из забугорье пришло это не вот как рассказывают эти страшилки про не пойми кого которые там отрезают себе что-то пришивают ужас какой а это все здесь и типа я увидел впервые сам трансгендерных людей такой офигеть но лишь обычные люди и тут типа такой звоночек то есть а так можно было то есть это могло бы решить мои проблемы и тут я начал про это думать то есть у меня реально до этого не было у меня были было ощущение что-то не так но мне не было ощущение что можно что-то исправить опять же представление о транс людях пока я не начал узнавать информацию мне было такое что типа транс люди это вот то что потом я узнал называется интерсекс то есть это наверное люди у которых тела не такие как у большинства поэтому им нужно что-то сделать к там какую-то операцию или что-то еще то есть не было такое представление я думаю что у нас у меня с телом все в порядке ну то есть типа как в порядке она развивается так как развивается у большинства женщин вокруг меня ну и значит наверное наверное я не трансгендер то есть типа мне не было ощущение я не знал что достаточно того что в год происходит в голове я думаю что нужно что-то происходить с телом плюс когда я начал об этом узнавать я читал еще много опять же типичных историй в которых было написано что транс люди должны испытывать очень жесткую такую сносящую дисфорию то есть таких таких истории действительно есть их много и классно что они говорят но они это не все то есть это даже не не большинство у всех это происходит по-разному я реально думаю что но у меня не по-настоящему то есть я же ну жил я как-то до этого где вот опять же так грань почему я там не знаю не выбрасывал куклы не играл в машинке ну должно же было происходить там что-то такое мощное у меня было ощущение что должно было происходить что-то мощное а у меня было так что я действительно там красился и ходил с длинными волосами смотрел зеркало и понимал что типа ну красиво не знаю что сказать по этому поводу красиво я вижу вот этого человека привлекательным но я понимал что типа можно же иначе то есть есть другие варианты есть так как есть вариант выглядит так как мужчина вокруг меня она приходила очень медленно то есть не было прям какого-то такого момента когда меня фарахнул я парень то есть но она была постепенно вот у меня были долгое время отношения с моей первой девушкой с которой я начал смотреть как я взаимодействую вообще в отношениях как я взаимодействую с людьми много чего начало меняться я там поступил в универ и опять же новый круг новый круг людей которые были очень прошарены в гендерной тематике это мне очень повезло просто типа не знаю может если бы я учился где-нибудь в другом месте то здесь я поступил на журфак который считается одним из самых квирных факультетов бгу вокруг меня действительно было очень много людей которые прям очень много знали про лкбт и они даже рассказами я узнал что такое пансексуальности наконец-то применил это к себе и такой класс это то что мне подходит супер вот она она обозначает что мне нравятся все то есть мне может нравиться кто угодно я не смотрю на это то есть я действительно я понял что у меня влечение формируется как-то по-другому я могу познакомиться с человеком и даже не задумываться о том допустим что у него там штанах а если люди которые выглядят очень андрогинные я реально у меня я понял что у меня нет такой галочки типа а что же меня там ждет если мы таким займемся сексом я не было такого то есть я могу просто общаться и чувствую что меня уже привлекает этот человек и я так ну потом узнаю типа потом узнаю что там начинались очень большие проблемы в семье то есть сначала просто как ссоры и пассивная агрессия или там еще что-то а заканчивалось все очень стрёмными вещами в итоге дядя меня избил и мы вызывали милицию снимали побои и вот это все то есть это был такой пик всех вот этих вот это было связано с твоей это было много с чем связано самом деле это было связано с тем что по мнению дяди и бабушки мы с матерью поехали крышей то есть что я вот вообще не пойми что там типа я у меня там девушка у матери девушка что происходит типа для бабушки это был просто да и в принципе со многими вещами то есть что нас нужно срочно спасать ставить на путь истинный там много всего накладывалось но в основном это да это вертелось вокруг вот этого то есть что мы стали а социальными просто личностями и вообще надо с этим что-то делать ну и и дядя посчитал что вот он может сделать вот это это был такой акт воспитательный мне и акт не знаю такой напоминающий моей матери но и я вызвал на это милицию на что они не ожидали что это так будет и вот это все начало завертелось то есть все походы по участковым и так далее но в тот момент мать убедила меня забрать заявление потому что бабушка обещала нам дать размен квартиру то есть она пенсионерка разменять квартиру без ее согласия невозможно жить мы все вместе у нас трехкомнатная квартира получается но все равно жить вместе было ну сейчас остается типа я мы все еще живем вместе тяжело но потом она конечно послала с этим и не были подозрения об этом но как бы на тот момент мне наверное тоже хотелось поддержать мать потому что она очень хотела уехать оттуда поскорее ну и да мы забрали заявление ничего не изменилось но как бы дядю я с тех пор не видел к счастью надеюсь и не увидим и получился такой тяжелый период моей жизни а тут еще я как бы тут еще моя девушка которая бросает меня в донецкой области в мариуполе в пятнадцатом году когда там было военное положение и типа я экстренно покупаю билеты чтобы свалить обратно в беларусь и это типа происходит там ну таком околовоенном положении когда половина города блин захвачена и это ну такое себе просто среди чужих людей в такой ситуации это было капец как стрессово и потом когда я приехал у меня за пару месяцев просто колоссальные изменения происходили то есть мне уже не было сдерживающего фактора в виде девушки с которой мы вот обсуждали я задала и когда-то вопрос на тему что было бы если бы я там пошел вот допустим стал на учет и я бы пошел на коррекцию пола и получил я довольно такой как я уже потом понял что это был трансфобный ответ но но это было как типа тогда я не смогу с тобой дальше продолжать общаться и для меня это было так типа ну очень жестко и это наверное вот тот разговор он очень сильно отодвинул вообще мои мысли об этом потому что если бы я продолжил об этом думать я бы потерял близкого человека а вот теперь этого близкого человека не было и я типа я начал узнавать об этом больше начал гуглить я начал спрашивать у знакомых я начал там искать общих каких-то людей и я постригся коротко почувствовал колоссальное облегчение не потому что мне заколивали длинные волосы хотя и это тоже я постригся и понял что если там не пользуюсь макияжем и одеваюсь там как-то унисекс то ко мне могут обращаться молодой человек и для меня это был просто взрыв мозга то есть как такое возможно и вот тут скорее вот тут было больше прям эмоций чем то есть это не было так что я сначала осознал а потом там изменил внешность а я сначала изменил внешность и осознал что вот оно то есть как я вообще без этого жил как вообще то есть то есть для меня после этого было ощущение что вернуться вот в то состояние отрастить волосы начать ходить на каблуках да да никогда больше блин то есть это было такое колоссальное облегчение как будто вот я просто всю жизнь ходил не знаю прикидываясь другим человеком а потом меня как накрыла я просто как будто снял себя огромное количество всего и это было настолько как будто я вдруг оказался на своем месте не за это как наверное не знаю люди находят там идеальную профессию свою или идеальная там идеального человека там я их я не знаю как это описать короче это было просто было такое облегчение что я просто сразу понимал что я назад уже не пойду сначала нужно идти и становиться на учет повод коррекции биологического пола то есть тогда это был центр пограничных состояний на менделеева сейчас это новинки консультативно-поликлиническая там обращаться надо и туда становится на учет и ходит на прием раз в минимум раз в три месяца к сексологу и психологу это был стресс я не знаю я там стоял перед диспансером и скурил пол паечки то есть но для меня это был капец как стресс вот это вот все ощущение что ты приезжаешь просить о чем-то очень страшно то есть как будто ты преступник или там не знаю тяжело тяжело болен и ты приезжаешь и говоришь какие то то есть вот это было стрёмно как будто когда я приехал пообщаться с сексологом потом еще пообщался с психологией это было самое стрёмное что на меня смотрели как на ну очень уничижительно я даже не знаю с чем сравнить но то есть как я потом понял так встречают всех почти всех то есть сразу смотрят как на все понятно вы не трансгендер типа да мне поставили психическое расстройство под названием транссексуализм нет да это у нас в стране это все считается психическим расстройством это болеванием точно формировка да это ставится в карту вносится ну то есть это может может могут прогуглить на месте работы всех поначалу пытаются лечить то есть для чего собственно посещение с психологом и нужно разобраться настоящий ты не настоящий это тоже моя больная тема из серии то есть все кто угодно принимает решение трансгендер ты или нетрансгендер почему собственно я говорю трансгендер потому что этот термин в принципе более корректный потому что транссексуальность даже если транссексуальности они транссексуализм это все равно про сексуальность то есть изначально это да это связывали очень сильно с тем к с кем человек хочет заниматься сексом то есть исторически но как бы трансгендерность гораздо корректнее потому что здесь не идет речь о том с кем ты занимаешься сексом не идет речь об ориентации много было разговоров которые до сих пор цитирую просто каждый раз когда рассказываю как это происходило например типа у меня тоже короткая стрижка но я же мальчиком себя не считаю что там еще было весело зачем вам становиться парнем у вас все равно не будет членом это мне говорит психологи не на полном серьезе ну меня трясло я выходил я рыдал я выходил я и не хотел туда ездить больше никогда то есть и у сексолога происходило примерно то же самое ну там плюс минус то есть все те же ответы вопросы в духе там какое белье я ношу что я представляю когда занимаюсь сексом как я мастурбирую ну вот таки такого рода потом там еще есть опросник на 500 вопросов его знают все кто идет на коррекцию почему вы проходили многие по несколько раз мне его впаривали по моему два раза его проходил но мне его давали подсовывали еще там несколько раз и я уже говорю просто типа давайте вы просто откроете карту и посмотрите вот там у нас же смотреть в динамике в динамике то есть этот опросник состоит из адовых вопросов из которых ну наверное не знаю процента 3 мне кажутся хотя бы чуть-чуть терапевтичными там в духе там на какую ролевую модель вы хотели там быть похоже там но смысле на отца на мать и вот но это хоть чуть-чуть касается там не знаю психоанализа можно притянуть за уши но это да то есть это тоже можно замечать остальные вопросы были в духе хотите ли вы работать библиотекарем на полном серьезе постоянно было это ощущение что вот что надо это все бросить к хренам собачьим ну то есть я я понимаю что огромное количество людей так и бросает на самом деле то есть мем смешной ситуация страшных люди не выдерживают вот этого это колоссальная нагрузка на ты приходишь и общаешься с максимально токсичными людьми которые выводят себя на максимально триггерные разговоры это еще я мог опять же говорить о своих там гениталиях о каких-то своих оргазмах не знаю вас в чем-то таком люди вокруг меня для них это проблемная тема трансгендерность это всегда очень сильно очень сильно когда сейчас как это сформулировать трансгендерность очень часто протела не всегда но очень часто и это часто люди которым очень тяжело со своим телом очень тяжело со своей сексуальностью очень тяжело с какими-то такими внешними штуками и там не буквально многие не могут смотреть на себя в зеркало настолько и не хочется быть тем вот кого они видят а у них спрашивают там как с кем были ваши оргазмы и так далее там как они происходили ну то есть это крал колоссально некомфортно это как бы пси-специалисты считается но никакой корректности вещи там не идет и все у меня держали два года потому что год это минимальный срок опять же у нас оказывается есть минимальный срок наблюдения то есть не раньше чем через год после того как становишься учет и за этот год тебе нужно пройти обследование которые включают внимание стационарной стационарное пребывание в новинках мне всегда было интересно как это происходит и всем всегда интересно это просто пункт которого все ржут медсестры ходят и смотрят как какие мы там при том что эти отделения сами по себе довольно лайтовые в эмоциональном плане то есть ты не сталкиваешься с таким хардом психиатрии но это все равно было кошмарно как вот просто стрессу он то есть не каждый день ложишься в психиатрическую больницу и все равно ты как бы ходишь по больнице в разные места в разные корпуса чтобы какие-то разные обследования то есть буквально там и кг сходить пройти вот и ты там идешь другие помещения и видишь людей которые ну которых тяжелые какие-то расстройства и нагоняет такое очень тяжелое ощущение два года я доказываю врачам что я трансгендер мне доказывают все инстанции что я не трансгендер то есть во всех возможных вариантах в диагнозах в разговорах в предложениях идти на терапию и вообще заняться своей жизнью эти мужика и не выпендриваться и просто да я доказываю людям на протяжении двух лет что я вот это я как как небольшая аудитория студенческая то есть это такое как как небольшая студенческая аудитория в которой сидят люди смотрят на тебя и какие-то из них там председатель комиссии задает вопросы и ты опять по новой рассказываешь свою историю рассказываешь с кем ты спишь как ты ощущаешь свои гениталии при всех вот и они решают достаточно ты настоящий трансгендер или не настоящий на комиссии я пришел и выдержал концентрированный вариант в тех же вопросов которые слушал два года и собственно эта комиссия состоящая из врачей и других странных людей которые непонятно как там оказались например там человек из мвд ну и там еще какие-то странные люди присутствие которых мы вообще не понимали зачем они там взялись эти люди как бы дают разрешение или не дают разрешение если они не дают ты остаешься дальше на учете до следующей комиссии которая там через год и так можно происходить там то есть я видел транс девушку которая ходит уже пять лет или сколько то есть я не знаю далее сейчас не дали я не не слежу за этим дальше существуют следующие комиссии и я следующую комиссию жду как раз это комиссия который должна разрешить операции и гормонотерапию то есть нет никакого единого алгоритма что дальше делать раз человек то что все абсолютно на на том что человеку нужно есть такой и тоже стереотип что транс человек обязан хотеть сделать все операции обязательно сесть на гормоны там и до кучи еще если есть возможность пластику леса сделать чтобы вообще никаких проблем хочешь ты ну пока что я точно знаю что я хочу верхнюю операцию потому что я заклебался ходить утяжки это во-первых неприятно во вторых опасно для здоровья насчет остального у меня не сложилось точное ощущение чего я хочу я не уверен насчет нижней операции это верхняя операция называется мастектомии это удаление молочных желез нижняя гистероктомии это удаление матки с придатками и она подразумевает изменение гормонального фона то есть когда делается нижняя операция целиком если удаляются все эти органы то нужно находиться на гормонотерапии насчет гормонотерапии я пока не принял решение я не знаю какой я прямую сейчас не хочу загадывать но сейчас я чувствую что у меня нет возможности во первых финансовые то что я таком не очень хорошем положении финансовым во вторых у меня нет какого-то ощущения безопасности потому что это на всю жизнь есть люди которые типа которым это важно и нужно и классно что они это выбирают я очень радуюсь за них но мне пока я наверное не готов ощущать что я вот это еще одни препараты которые мы были привязаны на всю жизнь и такие которые то есть смертельно опасно как бы прервать их так по тому как я ощущаю себя мне было бы значительно легче в жизни если бы я имел член я не отрицаю этого но как бы факт остается фактом я родился как родился и с этим придется как-то жить я рассказывал людям что типа фаллопластика это вот собственно формирование вот эта операция которая создает как бы подобие пениса который там подобие потому что он все равно не работает примерно так же как как у людей у которых он отрос сам фаллопластика это вообще не настолько важный момент потому что очень многие транс люди в принципе охотятся каким-то минимумом операций которые их ним необходим вот прям для повседневной жизни вот который прям очень сильно горят и вот их надо сделать чтобы было комфортно что касается фаллопластики то типа это во-первых дорого во вторых насколько я знаю могу ошибаться насколько я знаю не делается в беларуси и в третьих не дает стопроцентных результатов потому что очень много там моментов неудачных операций отторжения и даже если операция удачная то как бы чаще всего это операции которые формируют пенис у которого нет эрекции то есть либо есть там штуки с протезами которые там можно имитировать эрекцию но тем не менее это все очень сложная штука которая требует огромных вложений финансовых эмоциональных еще там чего и не пойми какой будет результат то есть это все еще сложная схема но людям интересно сделать ли мне член а я говорю что типа но я не планирую делать член то есть вот на данный момент я чувствую что фаллопластика это вообще не то что мне нужно может я изменю мнение кто знает но сейчас я чувствую что фаллопластика вообще не сделает мою жизнь лучше я никогда не это очень важно я никогда не пытался говорить за всех транс людей в беларуси и боже упаси за всех там транс людей на пост совке и вообще транс людей моя история реально отличается от тех которые в основном звучат ну которые в основном озвучены но ведь это и классно что она отличается потому что такие как я сидят и думают что это не все не по-настоящему и классно что я как раз озвучиваю что да бывает по-другому да вы можете там до 19 лет ходить ленющими волосами и в юбках а потом внезапно на вас это упадет и это ок то есть вы не становитесь там менее трансгендерами но мне прилетает в принципе от трансгендеров что очень-очень много я получаю каких-то я в принципе очень многих это получаю в соцсетях и в реале и то есть я уже начинаю с этим справляться интернет травля это типа такая ежедневная штука для меня но все равно это каждый раз тяжело и тяжелее всего когда это как раз приходит от людей казалось бы своего сообщества беларусь в которой транс людям было бы комфортно это беларусь в которой тебя не заглядывают в трусы в которой тебя принимают на работу независимо от того парень или девушка и как-то считываешься как парень или как девушка или вообще никак это беларусь в которой в принципе твой акушерский пол он не не определяет тебя то есть он не решает за тебя какой будет твоя жизнь на работе в отношениях в походе в туалет такой беларуси точно было бы транс людям комфортно и акушерский полон